Девушки отдыхают Ваших книг, в тот раз мы когда с вами общались Ну, человек живет в России У него проблемы семейные, в общем это Понятно, сейчас можно посмотреть Опять же ваши книги, чтобы заказать Мне у вас, у вас вообще еще остались Они, у вас можно заказать Ну уже конечно на ваше имя, все там уже Сейчас давайте мы затрем старое Вот когда если человек разговаривает А потом пятится назад Мне это не подходит Такая игра Мы перед Богом известны все Кто-то что-то на меня сказал где-то Да на меня сколько говорят, я ешу по всему свету Ну говорит, мы виновны И все на этом Сколько вины там Бог найдет Не по вашим меркам будет судить А вы убрать ролик У нас все выставляется, вы не против? Не, не, я не против Больше чтобы никогда не было Я редко когда оставляю это Снова с человеком восстанавливаю связь Против, я его просто удаляю и все Можно, можно, давай адрес Я вам дам, где счет Перевод сделайте Сколько вам книг, все или какие-то? Ну, как сказать вам Игнатий Тихонович, ну можно посмотреть Допустим, надо же посмотреть Какие вот книги у вас Тот раз я помню, я смотрел К истинному православию Помню, была книга Помню, я хотел заказать И это самое Кажется, Евангелие Вот, Новый Завет Трех пробник Нового Завета С толкованием Блаженного Фефилакта С нашими комментариями Да, 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 вот это вот И это самое Как это вот сейчас можно сделать? Я вам скину сейчас, поговорим Я вам прямо тут же скину И вы увидите Что вам нужно Тем более я показываю Как они выглядят Да, у меня как раз Ваш телефон тоже есть Вы мне давали Просто данные-то скинете мне И все И это самое Значит, Игнатий Тихонович Я у нас сейчас Очень дорогой интернет Стал, я просто Ну, просто скажу Что я выхожу с интернета Поэтому у меня просто Будут ваши данные по телефону Уже зазвонимся Уже по телефону Можно же, да? Или опять же нужно Через интернет с вами Вы что, редко звоните Один раз зайдите Хотя бы не от себя От кого-то А, ну тогда другое дело Да, да, да Тогда понятно В России нет Какой разговор? Вы тогда где-то Когда накопятся вопросы Я разрешу прийти Вы в Афинах живете? Греция? Да, я в Салониках В Салоне В Салоне Мы были в Салониках Они нам очень не понравились Ну, у нас Значит так Игнатий Тихонович Еще один у меня У меня к вам вопрос Я вас не задержу Значит, очень серьезный вопрос Где-то три дня назад Ко мне заходили ребята Вот это Когда я вам написал на скайпе Свидетели йогов У них такой вопрос Я им задал Насчет воскрешения Иисуса Христа Они мне сказали Я говорю, что Иисус Христос же Он Игнатий Тихонович Вот вы знаете, вы читали Иисус Христос Он же воскрес в теле же Не духовно А с телом вместе Правильно? А как же он говорит Осяжите руки мои Осяжите Осяжите Вложи руку в ребро А как в ребро? Духовно как вложишь-то? Фома-то был на земле И он мог хрестовать Тело было новое Обновленное Воскресшее Которое проходило через Препятствия Через стены Через двери Так я, да С ними пообщался Я ему объясняю Говорю, нет Она воскрешенная Тело было Нет, тело не было воскрешенное Я просто так встал А как не было воскрешенное? А как же тогда Фома сказал Если не дотронусь До его рам Нет, ты не понял Говорит Он духовно Говорит Воскрес Я говорю, а тело где? Не знаю Говорит Свидетели Якова Мне говорят Не знаю, где тело Я с ума сошел А потом Говорят Чего вы взяли Что он духовный? А ты почитай Библию Где Иисус сказал Что Как он сказал Подожди Дух не знает что-то как он выразился и если мы раньше знали христа по плоти то отныне не знаем вот это рассказал знали по плоти когда он говорил жажду когда он устал и спал такого христа мы не знаем он в обновленном теле которая не устает и жаждет не алчат они же не понимают вы с ними не разговаривайте время не тратьте они даже не еретики они слуги лукавого отойдет них и еще плюс я им показывают на вот это и вот я посыл через интернет в их не библии в нашей нашей церковной написано где массею прошли 300 странника и вот у меня я сейчас вам покажу просто на секундочку книгу вот у меня книга есть сейчас даже скажу его кто про 3 до соколов вот он здесь описывает что маисею я явился сам господь бог троица явилась вот когда он на это спал под деревьями мамры и вот гортан явился сама святая троица я я удивился я господь явился ангела два ангела и господь ну смысле господь же сам же явился к нему в этот момент так так и написано я проверяю нашу церковную библию смотрю где мы этот авраам подбежал к этой к этим трем человеком и сказал о владыка не пройти мимо как бы своего как его раба я удивился думаю посмотрю-ка я на них не убивлю просто через интернет у них прям дады гнати напрямую прям их троих называют одним именем по его я им короче пишу я говорю вот так вот так вот так они ко мне пришли я говорю вот так вот так вот так не горты не понял это просто три ангела гард были я горнука горы он же бог явился уже в оплате человеческой авраам уже с ним вместе и ил даже до иисуса христа они отговорят от вот отрицать нет гард это как сказал не разговаривайте больше не будем оба на эту тему говорить слишком много сказал сегодня события дня в этих событиях я вам отвечаю за сегодняшние а сегодня до 301 число этот по номерам я вам отвечаю на это событие потому что об этом много говорит отец олег стеняев об этом говорит отец андрей грачев там а владимир смирнов об этом же как говорят говорят другие которые часто выступает головач владимир головачев к этому добавить я уже ничего не могу и кроме того много роликов которые в которых выступают люди которые были у них там и потом ушли они обманщики на каждом шагу и рассуждать не о чем зачем я буду время тратить когда я вступаю тогда когда люди не знают или очень редкая ответ или ответ этот у них не по слову божию а тут православные батюшки отвечает хорошо и отвечает прямо по слову божию я тут зачем буду время тратить уже отвечено все игноте пикнуть вы советуете вообще с ним лучше даже и не разговаривать даже не приветствую его приветствующие его участвует злых делах его написано верите к после первого-второго разумления отвращайся прямое появление отвращайся вот так а то если вы и даже не гляди на него и все на этом зачем тебе душу свою теребишь не надо вот вот это у меня было игноте дегон и и это самое ну что сказать я вам ответил что с александром невзором я беседовал с его роликами не лично с ним 32 ролика составленная такие люди мне говорят выдать больше его хвалите чем отрицаете я вру него много хорошего он многое говорит правильно это правильно надо выставить это не так плохой у него хорошие или плохое все плохое так нельзя ну это правильно конечно да значит насчет тот как сказать моих вот вопроса сегодня да вы сказали события дня сегодня можем номер 301 я там отвечаю как раз то что сейчас вам говорю все хорошо игнатики начнут это у меня было просто так хотел просто чисто узнать вот так значит все я как думал про так есть что это господь был да и что действительно и что действительности христос воскрес в теле человеческом не просто там все игнатики начигу и пожалуйста будьте любезны киньте да вот это сам скайпе вы как сказали и я уже с вами я вам сейчас как только поговорим я тут же в скайпе вам все мои данные выкину выкину где что как делать какой порядок получения книг вот так дальше вычитаем бытие 17 9 записывая 17 9 сейчас я даже бытие 17 9 и сказал бог аврааму бог аврааму бог аврааму я я не могу тут поставить другое слово бог сказал 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 аврааму аврааму я еще могу на это сказать аврааму бог сказал еще сказал бог аврааму 15 стих сару жену твою не называй сарою но да будет имя сарра видите как и сказал аврааму богу о хотя бы измаил был жив перед лицом твоим и бог перестал говорит саврааму вошел от него с ним разговаривал бог поэтому как можно другие слова тут поставлять то это соблюди завет мой господь это говорит кому но ему говорит сара не рождала ему шестнадцатая глава шестнадцатая да да я понял вот так игнори тихо начал в этом вот где когда бог явился авра аврааму и когда он назвал его владыка ведь говорится в библии что нельзя просто так бога имя просто так называть значит он знал прекрасно кто явился перед ним аврааму но и что вот я им тоже это объясню они ну короче ладно ну а как то то вот смотрите 15 авраам сказал 15 2 владыка господи что ты дашь мне и сказал владыка господи почему мне узнать и сказал владыка то 13 3 считай 18 3 если он так называет и господь не отрицает значит и можно он есть владыка с большой буквы и и все а еще один вопрос и найти да а где еще в библии можно прекрасно заметить что действительности вот иисус христос являлся самим божеством в оплате человеческой вот вот они вот не только они иногда бывает у меня тоже таки вот вижу всегда он я сын человеческий сын божий сын человеческий сын божий а вот чтобы вот как-то напрямую чтобы действительно понять что вот действительно свидетельство первое по другому никогда церковь и не понимала так написано и зачем им это доказать допустим он был не в оплате что это меняет они как были еретики так и остаются они даже не еретики а сатанисты самое настоящее еще мы будем говорить ничего не меняется они вас втягивают я десятый раз уже говорю не надо разговаривать с ними отойди вы ничего не скажете им я встречался с ними неоднократно беседовал так они обо мне узнают где-то в других областях и от того человека отскакивают который со мной знаются от него бегут не только говорить когда начинаем по скайпу они не заканчивают они бросают и убегают их как огнем сжигает а вы разговариваете они видят что ты такой слабый они тебя и долгят просто они так говорили мне тоже так интересно но я смотрю действительно как это и когда я задал вопрос а мы не знаем где тело иисуса христа тогда у меня и смех взял и вообще и думаю что они говорят как это я даже множество горы свидетельств есть языческая рима потом иосиф лаве свидетельствует даже евреи сами кто не ходил за иисусом они свидетельствуют что действительности распяли его и тело было похоронено как это и исчезла тело что ли куда она делась мы не знаем бытие 19 9 19 и пришли те два ангела в садом вечером когда лот сидела в ворота дома это слова непрямую прямой речи хоть где два ангела два ангела какая троица то и он сказал государи мои с маленькой буквы государи ангела два ангела а в 18 главе написано и явился ему господь в дубра в мамре когда он сидел при входе явился ему господь не он его назвал это говорит дух святой явился господь с большой буквы но им еще доказывают побежал пал и сказал владыка если обрел благодать перед очами твоими на мои ноги твои поспешил авраам побежал сел жена сара твоя так приготовлена они ели и сказали ему то есть они ели и сказали вот сара там рассмеялась и сказал господь аврааму от чего это рассмеялось кто сказал господь господь сказал а там дальше два ангела значит один господь и два ангела если что трудное для господа вот к содому те два мужа отправились к содому написано те мужи два а сказал господь утаюли от авраама что хочу то с ним остался господь сказал господь вопль содомский и гоморский слышен тут не надо ничего толковать тут все прямым текстом никакой тайны нету они безбожники они извратители ты с ними разговариваешь душу свою портишь не надо димитрий отойди от них написано господь и два ангела Игнатий Тихонович а вот допустим слово господь и бог они разные вообще смысл имеют господь это название в переводе стоит везде иегова яхва бог яхва но чтобы имя его в туне напрасно не произносить лукавые евреи делают следующее они заменяют его именем другим адонай вот так и все бог воин сабаот сабаот то есть бог бог это божество богом называют и дерево язычники Аллахом называют его мусульмане но Аллах и наш бог иегова это не одно и то же совсем не похоже по описанию Иса который у них и наш это не тот наш Иисус родился от Девы Марии они в это не верят наш Иисус распятый они не верят самое главное сатана отнял веры нет во Христа что он умер если Христос не умер то мы еще во грехах если он не воскрес он воскрес и воскрес плотью Игнатий Тихонович вот вы сказали как бы про мусульман просто вот я вспомнил вот они говорят что якобы свидетельство о Христе говорится что якобы Иисус Христос сказал что пошлет мой отец вам утешителя и этим утешителем говорят являлся Мухаммед как это можно доказать никак утешитель написано Господь Дух Святой пришел и сошел Мухаммед а почему Мухаммед хороший был Гитлер пошлет другого он евреев будет сжигать можно все что угодно истолковать Ленина можно сказать Тамерлана Наполеона Атилу Алариха подряд называй всех он пошлет но где пророчество исполнилось на них или нет нет и как изъязвен за грехи ну разве Мухаммед был изъязвен за грехи людей нет все уже отпало да и даже Библия свидетельствует обетование давалось иерейскому народу не сынам Сары не Измаилу зачем себя туда приплесовать когда к тебе не относятся если назначен на должность щубайса он то я туда не пойду получать деньги ведь Господь же сказал именно зовет положу я с Исааком а не с Измаилом вот вы правильно говорили все вопрос закрытый то есть сатана везде и по-разному это дьявол говорит нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись вот и все все Игнатий Тихонович вот это у меня были вопросы к вам конечно извините может я вас задел время ваше да ты перестань это говорить вот не люблю когда задерживать нигде не задерживайте я свои дела сделал скорее пришел тут многие просятся скайп я ни с кем не разговаривал за 4 месяца мне там нельзя было я был в степи в деревне маленькой а я приехал сегодня у меня уже не первый разговор вчера уже начались разговоры но я сказал с 10-го заходить а приехал раньше главный наплыв начнется с 10-го и с Америки и с Канады и с Австралии откуда только не звонят вы вчера послали сообщение мне это сам выступление ваше мне очень сильно оно понравилось прям четко все прям рассказывается ну он взял Михаил Кальмаев он взял из моих роликов соединил так ну и получилось я постоянно об этом говорю нет церкви нет спасения это об этом говорит троицкий Иларион секретарь патриарха Тихона хорошо Игнатий Тихонович все спасибо большое слава Иисусу я вам сейчас скину данные и вы мне сразу ответьте согласны или нет хорошо хорошо конечно вы мне скиньте данные сейчас я уже все ну тогда если еще больше нет отходите выключайте спасибо большое слава Иисусу смотрите сейчас я дам вам данные воистину слава прям ту же минуту мне ответьте все спасибо спасибо спасибо